Генеральный спонсор места происшествия – станция технического обслуживания «Сервискар». Приобретая автозапчасти в сети магазинов «Лада Деталь» или «Евразия Автобус». Вы получаете скидку на их установку 20% на станции техобслуживания «Сервискар». Выгодное партнерство – надежный автомобиль. Здравствуйте! В эфире первого городского проект «Место происшествия». В студии Алина Котрихова и сегодня в программе. Лобовое столкновение. Один человек погиб, и еще двое получили тяжелые травмы в ДТП под Суной. Наркотики где брал? Висели. Висели на деревьях. Наркотики при суде есть? Есть, да? Где они у тебя находятся? Засмотрим, да? Полиция и бойцы Росгвардии поймали 18-летнего вероятного наркоделера из Воркуты. Я-то и не поджигательный, что он. Я выслаблял, но мужчина с оптечкой в тюрьмонах. Фонарик. Угрожал и бил жильцов, а потом поджог бараки. Кстати, он еще на диван нахерал. Ну это, я не знаю, какое-то беспредельниче. На улице Красноармейской сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в поджоге. Аварийный поворот. На улице Московской камера зафиксировала, как водитель Тойоты не уступил дорогу Лексусу. Один человек погиб, и еще двое получили тяжелые травмы в ДТП под Суной. Там лоб в лоб столкнулись два автомобиля – Лада Калина и Фиат Дуката. Подробности этого и других дорожных происшествий в рубрике «Обзор аварий». Слово моему коллеге Сергею Пичугину. Авария произошла на 79-м километре дороги Киров-Малмы-Шведские поляны. Ладой Калина управлял 20-летний студент. Водитель автомобиля Лада Калина, по предварительным данным, при встречном разъезде неправильно выбрал боковой интервал и совершил столкновение с автомобилем Фиат Дуката. В результате сам водитель Лады погиб на месте. Два его пассажира 20-21 года получили травмы, с которыми были госпитализированы. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка. Два автомобиля столкнулись и на перекрестке улиц Некрасова и Сурикова. По предварительным данным ГИБДД, водитель Лады Приора поворачивал налево и не заметил 99-ю. Автомобили получили повреждения. Никто из участников ДТП не пострадал. На перекрестке улиц Горбачева и Карла Маркса водитель неустановленного автомобиля врезался в Ладу 14-й модели. Виновник аварии скрылся. Пассажир Каваза после аварии обратилась за помощью медиков. Вскоре скрывшуюся машину разыскали. Это было десятка. Водителю грозит лишение прав. В деревне Ракалова Белохолуницкого района в ДТП попал водитель грузовика МАС. По предварительной информации ГИБДД, он не справился с управлением и наехал на опору ЛЭП. В аварии никто не пострадал. Сергей Пичугин. Место происшествия. Полиция и бойцы Росгвардии поймали 18-летнего вероятного наркодилера из Воркуты. У молодого человека нашли 50 пакетиков с порошком. После задержания начинающий продавец заявил, что просто хотел зарабатывать 70 тысяч рублей в месяц. И чаще бывать на свежем воздухе. Подробности в нашем следующем материале. За что задержан? За наркотики. Ну, ходил, раскидал. Антон был настоящим наркосеятелем. В интервью оперативникам молодой человек рассказал, как пришел в этот запрещенный бизнес. Мне приходили на страницу, в разные банки с рекламой. Там, типа, вот такие деньги, там, на 70 тысяч неделю, там, и вышло. Там, добавляясь в телеграмму, я зашел в телеграмму. Ну, и там было написано, там, сначала лучи, а потом уже, наверное, реальный вес. За реальным весом молодой человек ходил в лес. Гулял, дышал свежим воздухом. А потом находил на дереве пакет с порошком. Наркотики где брал? В лесу. Приезжал в лес, там прикол был, скончил, забирал, там раскидывал, походу. Наркотики при себе есть? Да. Есть, да? Где они у тебя находятся? Засматриваем, да? В день задержания Антон также шел ночью по лесу в Нововятском районе. Сумка и карманы жителя Воркуты были забиты подозрительными пакетиками и упаковками в виде конфет. При проведении следственных действий и оперативных мероприятий задержанный указал на места 24 тайников, так называемых, закладок, где хранил и ранее наркотические вещества. Также полицейские поймали криминальных земляков Антона. Были задержаны трое молодых людей. У них изъяли около 90 расфасованных доз наркотиков. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Михаил Вагин, место происшествия. Впереди у нас короткая реклама. Не переключайтесь и смотрите далее. Я-то из неподвигательных штабов. Высады на мужчину, с аптечкой в турмана. Фонарик. Угрожал и бил жильцов, а потом поджег бараки. Кстати, он еще на диван нахерал. Я не знаю, это какое-то беспредельниче. На улице Красноармейской сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в поджоге. Дрифтер на классике. На перекрестке улиц Щерса и Попова экстремала на «семерке» опасно занесло на повороте. Микрофинансовая компания «Кредитка». Выгодные займы без справок и поручителей. Телефон 222-777. Вы смотрите проект «Место происшествия». Мы продолжаем выпуск. Оперативники выясняют причины дерзкого преступления, которое произошло в четверг рано утром на улице Красноармейской. Мужчина проник в два жилых барака, едва ли не до потери сознания, избил жильцов и поджег оба здания. Скрыться подозреваемому не удалось. Его по горячим следам задержали сотрудники Росгвардии. Задержанным оказался старший смены охранного предприятия в Кирове. Известно, что мужчина покинул свой рабочий пост. Кроме того, у него выявили признаки алкогольного опьянения. В мотивах безрассудного поступка разбирался наш корреспондент Павел Москвин. Ну ладно, подожди, ***. Где? Убежал, подло. Да. Туда, на улице, сейчас только вы сбежали. Жильцы дома по улице Красноармейской сообщили сотрудникам Росгвардии приметы подозреваемого. В это время их напарник недалеко от подожженного дома заметил подходящего под описание молодого человека и задержал его. Я-то из неподжигателя, вы что? Выкладывай на машину. Все, что в тюрьмана? Фонарик. Выкладывай на машину. Задержанный представился сотрудником охранного предприятия Эмилем. Кем? Охранником. Старший смены охраны. По словам жильца Андрея, именно Эмиль проник в окно барака по адресу Красноармейской 64, корпус 3. Разбил стекло. Ага. Вот и залез. По словам потерпевшего, налетчик бил его палкой, пытался поджечь комнату и требовал покинуть здание. Вы видели, что он поджигал? Он тряпку на плитку бросил. Ну я вот сразу убрал. Потерпевшей в этом дерзком нападении стала Лариса. По словам женщины, мужчина начал с угроз. Этот заходит, сейчас всех буду убивать. Я говорю, слушай, молодой человек, я к тебе в матери гляжусь. Я говорю, как на женщину руку поднимай. Ты там тварь, ты мразь там, все такое. Вас всех убивать надо. Жулик разгромил всю квартиру, а потом набросился на жильцов. Стул взял, стекло разбил в комнате. Потом по мне стал стулом. По голове? И по голове, и по рукам. А голову-то старалась прикрыть, конечно, руками. Но тоже попала по голове. Кстати, он еще на диван нацелал. Это, я не знаю, это какое-то беспредельщик. Жильцы другого барака по адресу Красноармейская, 28, возмущены. По словам Алихана, ночью он устроил со своей любимой романтический ужин. Но все испортил пожар и незнакомец. Сейчас мы прервемся на короткую рекламу. Не переключайтесь и смотрите сразу после нее. Ты зачем? Я тут стоял, ждал. Я тебе чего кого сделал? Мужчина, я тут стоял, ждал. Для чего? Вами есть. Ушел со смены на другое дело. Ребят, у меня сейчас смена. Я тебе позвоню хотя бы. Оперативники выясняют мотивы поджога бараков на улице Красноармейской. Полет над рекой. На новом мосту с грузовика на ходу улетел лист фанеры. В эфире проект «Место происшествия». Мы продолжаем выпуск. Злоумышленник добивался от жильцов, чтобы те покинули старые бараки, угрожал им, бил и в конце концов поджег постройки. Жильцы подозревают, что это преступление заказное. Якобы на месте старых домов хотят возвести новые. По словам Алихана, поджигатель убежал, огонь охватил часть комнаты. Тушить пришлось водой из бутылок. Я тушил, тушил. Помогали ребятам. Он убежал. А ребята вышли. Быстро за ним побежали и нашли его. Молодцы. Дай Аллах вам здоровья. Здоровья в семье вашей. Увидев вновь вероятного поджигателя, жильец дома Алихан не сдерживал эмоций. Где ты? Зачем ты этот пожарный? Я с тобой тут был. Ну ты что? Девушка с тобой тут. Чего? Так, мужчина, не кричите. Ребят, как вы? Вас. Не, Алихан, ты зачем? Я тут стоял, ждал. Я тебе что плохое сделал? Мужчина, я тут стоял, ждал. Для чего? Вольный есть. Между тем, Эмиль заявил, что это якобы он вызвал стражей порядка и помогал эвакуировать людей из горящих зданий. Ребят, у меня сейчас смена. Блин, я тебе позвоню хотя бы. Это он? Не знаю. Что ты подослал? Несколько человек из двух бараков рассказали, что он нападение и поджог совершил Эмиль. Правда, тот все отрицал. Капа в кармане лежит, кулаки побитые, разбитые. Они у меня не разбитые. Ну как не разбитые? Где разбитые? Вот это, откуда кровь у вас? Это у меня. Руки трескаются. Трескаются? Вот от сон начинаем. А вот там, как кровь тоже. Вот, вот, как у меня руки трескаются. Эта табличка на бараке как бы намекает жильцам, им пора переезжать. Очевидцы считают, что поджог и нападение были спланированы вовсе не Эмилем. Кстати, выяснилось, что он назывался не своим именем, а тем, кому нужна территория под застройку новой недвижимости. Сергей Пичугин, Павел Москвин. Место происшествия. На улице Воровского камера зафиксировала массовое ДТП. Об этом и других дорожных происшествиях в рубрике «Видеорегистратор». На улице Воровского водитель «Опеля» не учел погодные условия и поздно затормозил перед светофором. Ой, ***, а сколько их тут? О, 5? ***, опа-на, как это такое светофорное. На новом мосту с грузовика на ходу улетел лист фанеры. На перекрестке улиц Московской производственной водитель «Тойоты» повернул налево и спровоцировал ДТП с «Лексусом». На перекрестке улиц Щерса и Попова «Экстремала» на «Семерке» опасно занесло на повороте. На улице Луганской водитель «Пежо» решил внезапно перестроиться. На улице Производственной водитель «Седана» не заметил машину с камерой и выехал на главную дорогу. На перекрестке улиц Московской производственной водитель «Фуры» проехал на красный сигнал. На улице Щерса водитель и пассажир машины с камерой наблюдали за наглым нарушителем на «Рено». На улице Карла Маркса женщина-водитель в последний момент вспомнила про сигнал поворота и расстроила автора видео. Михаил Вагин. Место происшествия. Это все на сегодня. Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия и сняли его на свои мобильные телефоны или любительскую видеокамеру, присылайте видео на наш электронный ящик mpokerovsobaka.inbox.ru или звоните и сообщите по телефону 47-33-02. Также выпуски проекта «Место происшествия» вы можете посмотреть в нашей группе ВКонтакте. Ну а на этом я с вами прощаюсь. В студии была Алина Котрихова. До встречи. Новый год не за горами. Ты в «Титан» быстрее спеши. За подарками для близких от своей большой души. Компания «Титан» для всех и каждого.